А всем привет с канала Brim Team. И сегодня у нас такой новый очередной обзорный видеоролик из плейлиста Азбука Рыбной Ловли. Сейчас мы все поймем, что это за тема, но в превью и в названии видео вы уже поняли. Не начав этот видеоролик, хочу уже сказать, что будет вторая часть именно по разнообразию, которое, допустим, мы сможем найти в нашем городе. Этот видеоролик по, внимание, знаток и вопрос, что в зеленом мешке. А здесь у нас... Здесь у нас дипы. Да ладно! Итак, что есть дип? Дип это жидкий ароматизатор, который создан, в принципе, для того, чтобы выделить насадку. Каким образом? Тем, что жидкость, имеющая большой процент именно какой-либо калорийности для рыбы, специфического запаха и отличающаяся наличием, допустим, вот у Тим Дунаев, это аминокислоты и супербетаина. Именно эта жидкость выделяет нашу насадку. Как это примерно выглядит? Это происходит следующим образом. Вы забрасываете фидер. В кормушке у вас, допустим, прикорм на... Образ на орехи и кукурузе. То есть, вкус прикорма у вас такой сладковатый. И среди этого всего вкуса и запаха рыбе очень сложно будет найти того же червя и опарыша. Хотя его свой естественный запах. Но всё же мы можем каким-либо образом выделить нашу насадку. Рекомендуется, конечно, делать это по-разному. Кто-то, допустим, если ловит на кукурузный прикорм, также дипует насадку посредством того, что использует тот же запах, что и в прикорме. Кто-то наоборот. Если мы ловим, допустим, на прикорм со вкусом ореха, выделяем прикормом чеснока. То есть, чтобы выделялось именно сильно, и рыба сразу знала, что ей нужно брать. Основное, из чего состоит любой дип, это вода с ароматизатором. То есть, берём, допустим, ароматизатор от короны, где состав это аминокислоты, ароматизатор и пищевой краситель. То есть, краситель используется именно для того, чтобы дать именно рыболову определение цвета. Допустим, жёлтый мы знаем, что это либо кукуруза, либо это сыр. Образно красный мы знаем, что это клубника. Такой ядовито-красный, даже багряный, это может быть мотыль. Такой тёмно-коричневый, это шоколад, либо кофе. И так далее. Так зачем же они нам именно нужны? Мы поняли это, чтобы выделить насадку. Но неужели нельзя обойтись без этого? Конечно же можно, потому что раньше, как мы знаем, у ловов были больше, и хлеб стоил 16 копеек. Но всё же прогресс не идёт на месте, и особенно водоёмы, где сидит много рыболовов. Рыба подаётся различному прессингу, ей идёт на точку корма как большое количество еды, так и запахов. И в зависимости от погоды, настроения и предпочтений рыбы конкретно на этом водоёме, вы можете свою насадку выделить и определить как ведущую. Допустим, что у нас здесь есть вот из дипов, которые у нас остались на данное время. Прошу прощения, может быть, за некоторое неаккуратное состояние некоторых, так как они после рыбалки. Выделим, наверное, сначала то, что актуально на данный момент не столько в рыболовном плане, сколько в общественном. Это стимуляторы клёвые от компании Corona. Corona Fishing, это, как я тут прочитал, производит их Беларусь. Такие стимуляторы неплохие. У нас тут имеется запах карп такой сладковатый и спрей именно на масле конопли, который более тягучий, который можно прямо вот даже увидеть по тягучести. Масло даже оставляет на воде такой свой именно голубой глянцевый след и тем самым имеет больший эффект, на мой взгляд, чем, допустим, вот этот спрей. Всё-таки запах у него сладковат, но стоят они 50 рублей за вот такой вот флакон. Далее, что, наверное, мы можем выделить, это ароматизаторы от компании Manfish. Вот сейчас у меня один оригинальный и один мой самодельный. Это не обращайте внимания, это позже, это к Дунаеву. Manfish также компания, которая производит рыболовные продукты, товары, находится в городе Энгельс, Саратовская область. Именно вот ароматизатор с кукурузой в данном сезоне уже успел показать себя. Все отчёты мы скидываем в группу, ссылка в описании. И здесь был ароматизатор с шоколадом, который закончился, и я сделал свой. То есть как насыпал сюда две столовые ложки кофе и разводил это кипятком до тех пор, пока не образовалась такая густая, даже, ну, чуть густая масса, чтобы она проходила в спреи. За счёт резкого запаха обладает довольно-таки выделительными свойствами. Но Manfish проигрывает, наверное, уже следующим спреем от компании Дунаев. Спреями от Дунаев пользуется большое количество рыболовов, так как всё-таки они являются и доступными, так как всё-таки их стоимость за один флакон от 110 до 150 рублей в зависимости от магазина, в котором приобретать. Вкусы есть самые разнообразные, то есть это, допустим, у нас чеснок, орех и клубника. Клубника в флаконе от Manfish, но это потому, что на Дунаеве сломался дозатор, то есть сама кнопка, которая запшикивает насадку. Чем же мне нравится Дунаев? Тем, что очень долго он держит свой запах и аромат. Всё-таки в нём объём больше, чем у Manfish за счёт флакона. Но всё-таки нельзя Дунаев сравнивать с такими марками, как Alvega, Tim Minenko и, допустим, Sensus. Сейчас мы вставим фоторяд, где покажем, какие спреи и дипы бывают от этих компаний. Смотрим. Закончили мы смотреть. Так вот, что ещё бы хотелось добавить по Дунаеву. Как я ранее уже сказал, аромат на насадке и даже в кормушке держится очень долгое время. И как раз-таки одна дозация хватает её на очень долгое, так как в клопачке, если видно, образуется сразу достаточное количество ароматизатора. И запахи, как правило, у них всегда очень близки к натуральным. То есть чеснок – это не просто что-то вонючее, а именно чеснок. И особенно это видно на примере таких дипов, как укроп, кориандр и прочие специи. Также сегодня у нас в рыболовном магазине был приобретён вот такой дип уже жидкий, не в виде спрея, а в виде капель. То есть крючок с насадкой опускается либо внутрь флакона, либо можно именно залить в вашу ёмкость с насадкой сразу же. То есть в опарошницу, либо в червячницу. Также нам здесь на инструкции показывают, что можно капать на крючок с бойлом, с кукурузой, даже можно капать на силиконовые насадки. Это от компании Трикобейтс, а рома на мотеле. Но мы видим, что производство – это Трикита, те, которые производят, наверное, большую часть продукции такого бюджетного сегмента, которая представлена на российском рынке. Не скажем, что сама продукция вот этой компании плохая, но рому ещё эту не пробовали. Просто для наглядного сравнения, что есть и такие. Надеюсь, я всё подробно объяснил, для чего и как нужны дипы. Мы ими пользуемся. То есть даже можно увидеть это по их внешнему виду. Скажу так. Это не является панацеей от бесклёвья. Единственное, что фидер – это эксперимент, эксперимент и ещё раз эксперимент. Не клюёт на червяка, ставим опарыша, не клюёт на опарыша. Мы дипуем опарыш каким-либо вкусом. Профессиональные спортсмены носят с собой целый органезер этих спреев, где там от 10 компаний по 10 вкусов. И никто не может знать, вот какой именно вкус понадобится сегодня для большого улова. Благодарю за просмотр. Сделали видео для вас максимально информативным и лёгким к восприятию я, надеюсь. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте обратную связь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok